качки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара и сегодня у нас игрушка под названием сено сага hellblade 2 продолжение ее истории поэтому ребятки присаживайтесь поудобнее заварим чай кофе к печенюшке все как мы любим приятного просмотра не забывайте ставить лайк дизлайк этом видео потому что вам не сложно мне это очень приятно пишите свои комментарии я обязательно всем отвечу пишите мысли свои обязательно все прочитаю люблю отвечать спасибо всем вообще за вашу активность и добро пожаловать новым зрителям на канал собственно если желание поджарить канал проходи по ссылкам с вами буду рад любой монетки кстати говоря игра уже недоступна в россии поэтому я просто как-то мне повезло наверное а может и не повезло что-то некоторые отзывы кстати положительные но некоторые говорят что типа ну хрень как бы как и первая часть хотя мне первая часть понравилась поехали ну да кстати игра недоступна она была доступна пару-тройку дней я ее купил как только она вышла а потом короче пару дней и закрыли русских игроков и поэтому ну смысле для россии не для русских русских игроки есть и же в других странах вот так что не знаю посмотрим посмотрим поехали начинать я кстати звук подкрутил потому что как раз я в прошлый раз когда у меня слетела я что-то проверял игра меня перекрывает и что не понял в чем прикол вот сейчас вроде все нормально но если будет слишком тихо вы пишите в комментариях если не будет вообще слышно игру так но кстати говоря по идее мы теперь не сможем посмотреть описание прошлой части ранее в серии да эта история сину до ну в первой части я ее проходил кстати очень давно блин игра вышла просто спустя тысячу лет я уже вообще забыл все но я точно помню что у нее было короче здесь еще игре предупреждают что если там эпилептики различные там у кого на вспышки реакции обязательно обращайтесь если что к врачу или не смотрите это видео не играйте в такие игры потому что может чуть-чуть стать плохо или не чуть-чуть соответственно короче сено это викинги это она там боительница вроде это что-то исландия или вот такие времена 1000 ой 790 год по моему и она короче пути и убили ее возлюбленного она взяла его головы хотела оживить шла вроде какой-то богини или что-то такое я не помню потом что-то он там отца слышала постоянно он вроде как предатель был как раз возглавил племя которое убило его возлюбленного короче запутано запутано но поехали сенуа сенуа была изгоем стала воительницей она совладала со своими деменами и бросила вызов богам потребовав что возродить душу любимого приняла голоса в голове фурии как часть самой себя с партах ассал как его мать голена она была похожа на других людей или не похожи она видела вспышку и слышала мир по-иному отец ее зимбелл говорил что она воплотила себя зло что я запятнала грехи матерью терзаниях и страхи она удалилась от мира но потом в мир его раз любовь подобно первым лучам исхода восхода исхода дилен дала есть силы вновь вернуться к жизни и гэв лайк он ярко осветил ее разум и пустил на свободу ее внутреннего воина но голос отца не за не затихал раз за разом напоминая о проклятии и когда чума пришла в ее родные края люди винили сенуа она взяла тьму с собой и изгнала себя в дикие земли на шинах салфта давай с суши вас но и когда сириане устроили резню и принесли дилана в жертву хель и иония и иония было рядом сенуа с тормон страдание сынули бы весло глубоки что мир вокруг потеряла чертами она взяла голову возлюбленного среда течение души и дала отправиться в царство хелли спасти дилла чуть-чуть затупил затупил молясь затянутых туман на краях полным ужасом слоем искала она тайный путь что приведет ее к вратам царства хелли по твоему смак видение пламя указывали и дорогу сенуа сражалась богами охранявшими тот путь и отваживала его отваживала гниль пота подавшись пытавшись поглотить ее раду и поглотить конец ее жизнь положить конец ее жизнь лишь завоевание могли открыть те врата лишь кровь могла принести ее очи хель привести ее в поражению и снова сено погрузилась во тьму затерялась в лабиринте боли и морозка но потом голос сделано привел ее к цели сулящий победу к мечу способному убить бога чтобы добыть его сено шла с головой самые мрачные воспоминания и вытянула осколки въявшейся в вплоть разум и душу все дальше и дальше углублялась она в подземный мир против стянущимся к ней руками и оглушительными криками а наш она нашла то что искала петь стажем врат царства хелли сено удала волю ярости гневу что никому не остановить что не подвластен не свирепым челюстям не полчащим врагом не тяги самой смерти как ярко сено побежденная чаще молила любимого об болезни и болезни я стал чем принеси жертву и сбросить бремя и буртонс касту и боги не вывершили судьбу сила лишь она сама лишь она могла обитаться любовью и решить жить не опускать руки взять взять нас с собой короче холдблей по моему переводится как адские клинки насколько я знаю потому что хэл это ад а блэйд это бладр бладрейн или что-то такой был фильм еще там про вампиршу по моему счет счет такое вот и оттуда вот это читая своя даже перевод не смотрел так особенности психо за сено а что это такое ой блин 23 минуты короче здесь рассказывается видимо вообще в смысле о болезни вот этих всяких расстройствах психозах вот ну и о самой героине и чё вообще происходит ее история вот но это очень долго мы это смотреть не будем я это смотрел когда в первую часть играл ладно начинаем новую историю погнали я настройки кстати сложности ничего не менял ничего не знаю только графику выставил да и все такие дела ребятушки ребятушки мы знакомы много воды утекло она дала обещание своему любимому ныне он мертв обещание еще в силе никому больше не придется страдать так как страдал он теперь он навсегда с ней ой теперь он всегда с ней его смерть и жизнь подпитывает ее из ее смерти выкована она цель всей жизни что наполнила свою боль смыслом что то субтитры иногда быстренько как-то пропадают серия не вновь приходят в наши земли лишает нас имелом жизни всего что дало нам нас теми кто мы есть делает нас теми избивают связывают и делают рабами серия не ходит под под кроваво красным знаком и повинуется одному вождю из своих сенуа пойдет вслед за знаков она позволит схватить и притащить цепях на корабли чтобы выследить источник яда отыскать его сердце и вырезать остановить работорговцев содержать сдержать обещание но не всему задуманному суждено сбыться начало как и конец встречают в одиночестве и темноте на просыпаться очнись уходи уходи вставай выбирайся отсюда нужен воздух нужно дышать найди его я не хочу умирать она задыхается не умирай все хорошо она жива нет какие-то голоса короче задыхается нет они нет они отпусти отпусти я я это какого как пытаюсь найти я пытаюсь ждать может какой-то надо будет кнопку жать чтобы высвободиться я уже готов готов прям и жива жива где все это жива сенуа ты потерял как много сумме я такой читать не буду все это с ума сойдешь блин вот это кстати волна это жесть я как-то она еще к тому же проект почти у берега было оказывается я как-то на пляже на море тоже сейчас короче закончится к сцена то что она выживет поднимайся вставай вставай это чё рагнар лодбраг очень похож был даже когда она следит неясные необъяснимые силы судьба может нас остановить ее сон затонул вместе с кораблем ей предстоит найти новый свет для ориентира найти следующий знак ой 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 подождите ой какая чувствительность жесткая так на мышки на мышки убрал короче я тоже на пляже купался на море вот были вот такие волны они вроде не сильны но ты такой типа знаешь волна идет и ты так у берега прям два метра от берега и ты такой хоть ну знаешь там врезаешься в волну или в нее прыгаешь она что-то оказалась такой жесткой что меня кувыркнуло и я вообще в воде перевернулся и короче такую вообще воздуха потерял много из-за столкновения выбило из груди и я короче не понимаю вообще я у берега или где голову высовываю из воды чтобы воздух набрать и вижу что просто сразу же ударяется в меня новая волна я опять короче уже без воздуха мне я короче испугался сильно я был у берега да я короче увидел я увидел что я у берега я просто изо всех сил бросился к берегу и все я даже ногами доставал как спокойно просто просто короче не ожидал второй раз когда меня плюхнулся я испугался что все меня там завертит и воздух это уже вообще на нуле практически короче я таким больше не баловался что-то это стрёмная херня на самом деле может это еще ладно прибьет к берегу а так если наоборот у тебя нет то все ну короче опасная херня так ну погнали я вот не понимаю она идет за теми кто убил ее любимого потому что вот она ну я не понял на самом деле вот в прошлой части по моему было то что она шла как раз там и к богине чтобы вождь не стоило тебе сюда приходить дитя темные земли сопротивляются она далеко от дома от всего что ей было знакомо чуть не утонула и потерялась в мире где ее взор застилает туман но она не сдается не сдастся она должна бороться как и всегда помнишь помнишь мы уже бывали в царстве хель ну да мы ходили в царство хель чтобы вроде как оживить своего любимого но не получилось я по-моему даже с самой богини хель сражался там же в конце какой-то босяра был ну прям такой я что-то по ощущениям что я как раз с богиней сражался ну смутные воспоминания ни хера не помню выпускать девятичасовые игры по геймплею за раз в семь лет ну такой себе он в каком году в семнадцатом я играл или когда он там вышел то это короче голоса в моей голове ну у них как будто разные голоса и они все по-разному мыслят они меня подгоняют ух жестко они жестко переживают будь осторожна ты сможешь забудь о боли трусиха в смысле трусиха кто охерели что по-моему там голоса по-разному настроены кто-то кто-то поддерживает кто-то осуждает я предлагаю не отвлекаться особо чтением чтением вот этих голосов потому что забьет весь эфир вообще все видео буду просто переводить озвучивать озвучивать ну и не будем читать нижние субтитры чтобы больше в атмосферу влиться прям вот как бы окунуться окунуться в эту вот почувствовать себя на ее месте ей нельзя отступать голоса ведут ее дальше голоса тех кто погиб те кого она не смогла спасти она слышит их зов зов жизни отнятых северянами они повсюду с ней всегда да кстати стоит игра стоит игра конечно дороговато я что-то охерел если честно вот я иногда вот я сейчас вот сейчас закончится вот это короче она вообще жестко обессилена не стоило тебе сюда приходить дитя это кто батя ее твоим надеждам не суждено сбыться проделать такой путь чтобы умереть среди чужаков ты зачем был возвращаться думала ты от меня избавилась я всегда рядом не желаю ничего слушать вот и все этот голос но она не думала что остановила это и что там ее отец он затуманит ее разум страха но она не остановится ее ведут вперед более могущественные силы короче я просто сейчас ну не на запись играю в атом трудоград ну кто не знает рпг такая вот атом атом рпг трудоград да первую часть я прошел сейчас играю вот во вторую они по скидке стоили что-то там рублей по 200 что-ли что-то такое ну 250 где-то так вот а первую часть я 80 часов или там 90 наиграл это уже там часов наверное 25-30 а стоит как бы копейки а есть такие мощные игры они как бы по графике по смыслу может быть там хотя какой смысл ну во всех играх есть какой-то свой там сюжет смысл ну короче а такие игры стоят просто в 10 раз дороже в 10 я не шучу 3 с чем-то тысяч стоило а геймплея на 9 часов я слышал что игра на 9 часов на 7,5-9 часов маловато я считаю за такую сумму конечно ну ничего не поделаешь ну я очень хотел в нее поиграть мне первая часть очень понравилась вообще сама история вообще сама история меня голоса подгоняют и порой осуждают говорят что я ничтожество ха-ха-ха вообще охереть я шифтую чтобы просто побыстрее так тут надо вот пройти наверное но вот такие места жестко опасно вода стекает камень очень скользкий очень поскользнуть поскользнуться так легко сянуло посмотри вниз океан желает забрать тебя ты не слушаешь ты не слушаешь ты не слушаешь там там сэр что это значит? спаси нас рабовладельцы я это знаки ведут меня и привели сюда она знает что мир полон знаков которые лишь их ждут когда их найдут в них есть смысл нужно лишь распознать его знаки я знаю что буква Е вот сосредоточится но вроде здесь ничего такого нету еще мне горло першит что-то лучше ужас наверное я что-то приболел что першит так сконцентрироваться не забывай мои истории а это какой-то другой я все еще рядом ты выбралась из царства Хель и оказалась в Мидгарде в Мидгарде? я в Мидгарде? в мире людей но не думай что здесь тебя ждет меньше опасностей твой путь увел тебя далеко от дома через бескрайнее море теперь тебе предстоит пробраться к сердцу этого мира и к сердцу человека ты уже знаешь что северяне завоевывают далекие земли это одна из их владений мир ледяной и темный словно нет в Хельм что-то там и в то же время огненный как Муспель ее захотели не так уж давно и до сих пор не смогли покорить это один а это повторение ладно хер с ним тогда короче мне надо собрать наверное все вот эти значки друд это какой-то мой друг а я не помню кто это короче я в Мидгарде охренеть там кстати кто-то идет смотри надо его остановить кто это стой подожди как не дать себя увидеть ну мне говорят не спеши я прям вот на самом деле ни хрена себе надо надо помочь блядь ну елки палки они мне говорят ты почему не помогла нет а нет это она сказала там были выжившие нужно помочь другим рабам ах не у меня голоса короче остановись тише не иди успокойся не дай попасться а потом типа помоги помоги фу ты ничтожество ты ее не спасла ты говно голоса какие-то вообще определитесь там не знаю помогать или стоять короче блин не спасли а могли бы спасти блин вот надо было напасть бы вдвоем бы мы его завалили блин кстати как его пейзажи прикольные да это конечно ну это исландия скорее ты думала что сможешь остановить это но ты утратила свой путь море поглотило его как и все твои надежды это же по-моему исландия да или что это ну пейзажи очень похожи на исландские ну такие вот ну какие-то вот такие неравнины скалистые вот эти вот земля такая наросшая на камень ну короче такая неплодородная наверное ну может конечно берега какой-то не знаю скандинавии какой-то британии может быть или чё там швеции кто там вообще норвегии норвегии может быть подожди так это первая часть по-моему на территории Исландии была или я путаю ну ладно не будем строить догадки давайте просто идти и все ну короче красивый пейзаж говорю вот что хотел сказать ты хочешь спасти их но они уже мертвы потеряны это ложь так а вон они типа оттуда упали да вон они валяются скорее всего они мертвы наверное ну да хотя вроде не не такой уж и крутой обрыв можно было в принципе выжить ну ладно это смотря конечно как ты упадешь подожди здесь же вроде открыто было нет не наверное я заблудился чутка ага и ты заплутала разве могут заплуташи во тьме кого-то отыскать ты подвела их они мертвы как и твоя мать как и все кто был тебе дорог хватит хватит да когда много голосов тяжело озвучивать кстати я слышал что вроде как первая часть может недавно не знаю она вроде как сделана уже озвучка вышла озвучка и теперь там все озвучено на русский язык это просто охренеть как круто неужели ты не слышишь их сеноа не слышишь их страданий я их слышу они страдают но я дарую им свободу они страдают но я дарую им свободу так короче это чё о ёлки какие-то знаки найти нужно нужно что ли нужно найти а вот он сосредоточьте ты нашла где а ты не представляешь как глубоко глубока тьма ух ни хрена себе чуть такое блин блин похоже на этот фильм-то дрожь земли или чё-то такое вот ну не знаю вот такие всякие или это то как его кракен или не кракен короче вот эта херня из пират карибского моря там короче джек воробья такого тоже захавал я должна выяснить зачем все это я обещала в смысле я не смогла их спасти у них голоса говорят ты не смогла их спасти ты фу ты как-то помогла да типа мертвецы со мной да говорят я их слышу голоса ну тут вроде как игра линейная поэтому заблудиться сложно это прикольно ну в первой части не прям там было линейно но там загадки были различные надо было ходить это кто кричит это мертвецы кричат или это кто-то живой видишь все эти тела сиун синуа море выбросил их на берег дабы показать тебе что все кончено посмотри на них синуа на их лица кого ты подвела я никого не подводила потому что это природа эта природа вас выкинула на берег это вы не справились с управлением я тут вообще ни при чем вот максимально просто смотри там куда-то два поплыв пошли два выживших они они что-то ищут пытаются выжить выжили короче при шторме что такой звук был как будто это кстати не в игре было прикольно вот люблю такие звуки которые кажется что это в квартире у меня произошло а не что немного я это это стриманул сейчас молясь хотя игра вроде не хоррор на ух ё ни хрена себе это вот выжившие это тот самый или чё я больно охренеть ой 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 это же так больно блин это же можно охренеть вот это больно ему точно это очень больно ах вообще жесть он ну первый удар был жестко уже когда она на земле он жестко и сюда ударил как она сознание не потеряла она еще смогла выдержать удар охренеть ну воительница понятно типа мощная но блин вот это жесть у нее еще кулак блин размером с ее голову так надо вообще заканчивать 36 минут наверно сейчас битва будет раз у меня меч теперь появился тихо победа убей его как как драться ага о хорош попал так на получай скотина ой 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 красиво но очень жестко аж кровь прямо на экран брызну я чисто интуитивно я короче это легкий удар левая кнопка мыши правый более сильный удар с замахом блока защиты я не увидел пока тихо куда идти то ёлки ну я я подозреваю что здесь будет что-то похожее на первую часть прям а может даже вообще все то же самое те же знаки те живут сражения тихо надо его спасти давай на нахер ты охерел что пошел в жопу получать на нахер вот так вот и с кем связался я воительница полмира прошла чтобы спасти кого-то жёстко красиво мне вот это нравится ну битвы прикольные хотя она была прям практически такая же как прошлое короче надо бить сильно чтобы он короче терял равновесие и тогда добивать легкими ударами так а давайте наверное на этом уже надо закончить а то мы что-то уже далековато прошли чё это за херня это это копьё опять голоса такие во всем виновата ты пошли вы нахер ну это голоса это же она сама это в ее голове возможно она сама себя винит то есть она увидела что убили и мысли такие типа блять это я виновата надо было его остановить или что-то типа убить врагов там короче во всем себя винит сама а это топор а как у то есть кто-то кинул топор и туда убежал лан давайте на этом закончим 40 минут и несколько неплохо посадить ну чё я могу сказать так выход на рабочий стол да нет сначала главное меню чтоб игра нормально сохранилась на всякий случай ну мне в принципе пока нравится мне нравится графика мне нравится подача не так уж и много всяких субтитров они не балаболят прям как сумасшедшие то есть успеваешь в принципе читать вот я пока вот на такое смотрю то есть я пока не знаю как тут сюжет завяжется что будет дальше но мне пока нравится опять же мне нравится графика история про нее мне просто вот мне первая часть понравилась что она вот там же были вот в первой части когда она сражалась с какими-то демонами ну то есть там было видно что какие-то вот существа не люди но это в ее голове было она их так видела на самом деле это были обычные викинги там или враги какие-то северяне так что я вот влюбился вот в эту историю какую-то я почитал вот посмотрел вот это видео 20 минут когда рассказывались про психозы про вот это вот расстройство когда ты видишь как кого-то убивают у тебя может так поехать голова ты это ты можешь вот так вот смотреть да это все херня а потом вот когда ты сам в этом участвуешь у тебя голова может так поехать что непредсказуемо там кстати кто-то ходит а это флаг ну ладно мы продолжим следующей серии пока мне нравится ребятки всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставь лайки дизлайки пиши обязательно комментарии я всем обязательно отвечу говорить свои мысли послушаем почитаем колокольчики жми чтобы не пропускать следующий видос и ссылки в описании есть поддержка ссылки на поддержку канала сей желание проходи буду рад любой монет собственно ребятки все увидимся в следующей серии поиграем посмотрим всем до встречи ребятки всем пока и и и и и и и и